ребятки, всем привет я вам сегодня хочу рассказать некоторые новости связанные со мной, с моим каналом ну и вообще пообщаться с вами сегодня будет такая болталка ну во-первых, хочу сказать, что это видео вот сейчас, которое я записываю это последнее видео на этой квартире я наверное уже многим поднатогела говоря об этом, что я съезжаю с этой квартиры и я переезжаю вообще из своего города так скажем, в этом городе я с 15 лет прожила я здесь училась и работала какое-то время и собственно уже вот 4 года здесь живу с последнего моего переезда и сейчас я переезжаю я вам расскажу попозже о своем переезде куда я переезжаю именно в какой город это что, в какую страну я вам потом это все расскажу я не рассказываю сейчас, потому что ну во-первых, я не могу вам рассказать все как есть сейчас потому что я хочу, чтобы все получилось и потом уже по факту вам все рассказать и потом уже по факту вам все рассказать а возможно я не буду поговорить, куда я перееду в общем не знаю вот и эта квартира это последнее видео о этой квартире сколько тут много всего произошло и когда-нибудь буду ностальгировать смотреть свои уже записанные видео здесь буду ностальгировать по этой квартире я здесь прошла ровно 2 года вот такие дела в общем моя жизнь поменяется кардинально так скажем после этого переезда и я планирую очень много заниматься каналом твичом вообще своей деятельностью планирую прям заняться ей плодотворно развивать этот канал улучшать качество контента планирую все это делать и у меня уже есть цели на этот год что я хочу сделать и могу вам сказать что мне очень много есть куда двигаться так скажем очень много разных идей очень много разных идей и нужно только их постепенно реализовывать со временем потому что это техника это покупка техники у меня обустройства у меня есть студии в которой я буду заниматься записывать видео я планирую сделать звукоизоляцию но какой-то не за как там некоторые блогеры собирали по 200 тысяч не знаю я самую такую простую звукоизоляцию хочу сделать приобрести приобрести камеру микрофон и все такое я сейчас уже начала на это копить я знаю что я одно время собирала на камеру и на комп у меня так скажем у меня просто вот нет возможности не было возможности так скажем ну просто забрать вот забрать это чисто потому что это мой заработок я живу только вот стримами каналом и я нигде сейчас пока не работаю и не работала и все что я там зарабатывала это было мне на жизнь на квартиру это была возможность заниматься моим этим делом и спасибо всем кто меня поддерживал спасибо вам большое извините если вдруг ваши ожидания я чьи то не оправдала потому что я жила как могла и ну мне было мягко говоря сложно так скажем собирать на что то еще снимать квартиру и вообще в принципе жить как то выживать и сейчас я прям серьезно настроена собирать серьезно настроена приобрести новую технику и все такое это связь со временем я знаю что не так все сразу поэтому хочу вас просто обрадовать что качество конечно должно еще улучшиться и так уже работаем над звуком так скажем улучшаю его качество и возможно вы заметили что шума стало меньше и все такое то есть работа каждый день над каналом происходит не только запись видео и все остальное так что я все это время собиралась так сказать к своему путешествию это делала документы и занималась подготовкой документов луны чтобы ее перевести на самолете и не только на самолете то есть там все не так просто нужно было очень много нужно было сделать всяких прививок я вот ей делала стерилизацию в ноябре или в декабре уже не помню это все нужно было сделать но стерилизация не обязательно для транспортировки это скорее для и не нужно для ее так скажем для ее здоровья потому что я не планирую разведить сект чипирование то есть все необходимые документы и всякие подготовительные вот эти работы я проводила занималась всем этим вообще собственно собиралась собиралась к переезду потому что это и нужно съехать с этой квартиры и очень много таких ну сами понимаете переезд это даже не в другой город сами понимаете переезд и он подразумевает какие-то подготовительные по какую-то подготовку и собственно этим всем занималась и поэтому я иногда не успевала записывать новые видео прям каждый день я не успевала извините меня какой-то комментарий наткнулась что был недоволен что я делаю новые видео для спонсоров каждый день но это не так я делаю видео только сейчас только для youtube чтобы для спонсоров я еще видео не делала даже ни одного видео еще не вышло для спонсоров потому что мне просто сейчас пока некогда и в таком режиме вот как я только могу записывать я так и записываю вот как могу и наверное свою деятельность я начну уже ну не наверное планирую так с 1 марта то есть сейчас мне нужно время во-первых после перелета после переезда мне нужно все построить сделать документы и вообще адаптироваться потому что я сама не знаю как все будет нужно место организовать то есть это все тоже подготовка и я не знаю сколько на это время уйдет вот ориентировочно вот эти вот сколько там неделя ориентировочно я себе дала неделю поэтому не пугайтесь если вдруг видео пока перестали выходить так часто не пугайтесь пожалуйста я планирую с 1 марта уже регулярно заниматься вот прям выкладывать заниматься по крайней мере я настроена на это у меня есть цели и то есть я не планирую пропадать потом вообще наоборот планирую намного больше вам делать контента намного лучше и вот единственное что я прошу что дать мне такой перерывчик потому что ну переезд это все таки дело такое нелегкое тем более с кошкой мне нужно ее транспортировать когда я в самолете с ним полечу если учесть что я в самолете даже никогда не летала не знаю напишите сколько раз вы в самолете летали я заслужусь такую вот уже взрослую жизнь я вообще не летала никогда на самолете не знаю что это такое и раньше вообще боялась думала как люди прилетают на самолете я никогда в жизни не полечу а тут я еще полечу с кошкой для кошки это тоже будет стрессом так что прошу меня понять такие такие новости кроме того я еще в этом месяце и в январе месяце я занималась своим здоровьем потому что я себя чувствовала не очень хорошо я говорила вам про температуру которая у меня собственно и осталась я так и не выяснила потому что у нас в больницах такой беспорядок происходит и собственно не буду сюда жаловаться просто скажу что там огромнейший беспорядок и у меня просто даже если я стою анализы я просто их не могу получить потому что потому что вот как-то там все работает неправильно и я просто кучу времени потеряла зря и собственно тоже хотела на лечение занималась лечением какое-то время очень много я короче много лечилась много всяких таблеток пила и ну собственно сами эти таблетки они все равно загрязняют организм и они влияют на общее самочувствие и у меня не всегда бывает такое самочувствие прям вот это я не с целью жалобы а то любят вот придраться к этому наоборот хотела вам такую полезную штуку дать что мне помогло и у меня часто бывало такое что плохое настроение и вот просто отсутствие интереса ко всему чтобы общее самочувствие было плохое не буду об этом думать и что мне помогло я сейчас как раз этим занимаюсь что как бы так сказать улучшить свою самую люстую мне помогло несколько таких вещей полезных не знаю хотите вы это применять или нет но мое дело это сказать если у кого-то может такая же проблема и у меня вот просто был такой тупик я не знала что мне делать потому что ну настолько была я настолько себя загнала уже в какую-то так называемую апатию депрессию депрессию в кавычках настолько себя загнала в это состояние что не могла никак справиться не могла понять что происходит не так и решила так сказать применять некоторые штучки первое первое что мне помогло я выяснила что мне пошло на пользу дневной сон я сейчас не призываю людей все бросать работу и типа ложиться спать некоторые скажут ага как мы будем сон это уже как бы ваша ответственность ваши дела если у вас есть такая возможность и дневной сон я вам советую потому что мне это очень помогло в последнее время несколько лет я перестала высыпаться я плохо спала засыпала плохо и я себе не позволяла так скажем спать не позволяла себе спать много потому что я так как я занималась с ютубом и твичом и практически ничем я думала что мне вообще не позволительно отдыхать спать и не позволяла себе и даже если например не могла уснуть то я спала то я спала 4 часа или 5 то есть я вообще в какой-то момент себя прям загнула в такой тупик то что я просто не высыпалась и сейчас я поняла вот уже вторую неделю я практикую в темной зоне то есть я стою раньше намного то есть я не сплю там до обеда от 12 до 2 до часа потом я не сплю я стою уже намного раньше соответственно где-то делаю дела но я хотела на лечение и потом приходила обедала и вышла спать на пару часиков на час или на два часа потом просыпалась и делала во второй половине дня вечером но у меня так поздно я делала вот такие вещи и уже дела после дневного и я стала еще намного лучше чувствовать у меня знаете появились силы вот если до этого я не чувствую сил у меня вот как знаете рука еле поднимается просто типа я не знаю как это объяснить но у меня прям вот очень было тяжело все что застает делать просто встать я чувствовала офигение шумслов а теперь у меня вот настолько много сил я просто вот восхищаюсь вот этому состоянию то что я наконец почувствовала что у меня есть силы вот честно я настолько вот была в восторге от этого я начала анализировать не факт что это дневной сон я не знаю начала анализировать я понимаю что у меня есть силы просто есть силы просто есть силы последнего но в основном да то есть я могу уже что-то делать у меня огромное желание у меня появляется интерес ко многим вещам у меня появляется вдохновение в последнее время очень много вдохновения но какие-то другие вещи кроме отвечая ютуба то есть я допустим не буду таких громких заявлений делать хотя просто поделюсь таким секретом то что я у меня вообще очень давно было желание писать книгу еще в том не знаю лет с восемнадцати наверное семнадцати то есть я хотела написать книгу естественно я не знала о чем писать но я тогда очень много писала стихов всякие я писала ну типа просто такие художественные тексты я писала у меня даже на старом ноутбуке там была куча заметок они все сейчас старый ноутбук сломался соответственно все удалились я даже не помню что я там писала но я помню когда я писала мне это как бы придавало какое-то вдохновение каких-то сил я прям этим горела ну собственно у меня и профессия связана с так скажем с писательством мы много статей писали на учебе и собственные сочинения я там хорошо писала и стихов очень много писала конечно качество оставляет желать лучшего потому что ну я не скажу что я какой-то гений просто писала от того что мне это нравилось и в какой-то момент я вот почувствовала вдохновение что я снова хочу написать допустим книгу и я уже там делала какие-то заметки интересуюсь с этим сейчас очень много всяких обучающих курсов как это сделать то есть я не говорю что вот все я напишу книгу но я хотя бы хочу что-то восстанести что у меня хотя бы появились какие-то какие-то вдохновения на другие дела то что у меня натуральное чувство вдохновения честок да то есть кстати как это называется короче прилив сил вот и это классно там какие-то другие дела у меня очень много разных интересов есть вот и как бы это все успевает структурировать и все успевает все каждому уделять внимание каждому делу но в другой момент я даже узнала такую прикольную фишку что нужно концентрироваться на важных вещах вот допустим вот сразу скажу про вторую вещь да кроме дневного сна то что мне помогло это планирование планирование дня допустим месяца месяца недели возможно но я этим пользуюсь не на сто процентов пока что я себя приучаю вообще этим пользуюсь очень не знаю с какого года следующую одиннадцатого десятого когда я планировала свой день у меня было расписано занятие когда там ну раньше раньше было легче планировать потому что я работала приходила на работу и там собственно делала однообразную работу и там нечего было планировать просто пришла сила идти после работы я там допустим шла в фитнес-центр потом в школу английского и собственно это где-нибудь проходил или там допустим просто прихожу отдыхая после ну вообще мне было такие сложные прям задачи как например связанные с ютубом и с твичом там это это как бы ты сам себе так скажем хозяин и тебе нужно всякие дела планировать распределять когда ты это будешь делать и сейчас я вот стала этим пользоваться и это прям очень очень мне как бы помогло я не знаю это все знают все но не знаю применяют ли только лишь скажу что мне это очень помогло и даже если какую-то задачу не выполню я ее переношу переношу на следующий день и вот так день за днем и сразу скажу что я не на 100% этим пользуюсь потому что я могу и полениться я ну как бы я я еще приучаюсь от привычки успешных людей и в какой-то момент у меня какая-то задача просто начинает бесить то есть ну не сама задача а то что я ее не могу выполнить и я ее в какой-то день просто за днем берусь иду делать ее потому что ну сколько можно ее переписать она же мне надоела это прикольная штука еще основа что вот с планированием такую штуку что если вы допустим ну я думаю многие об этом знают если вы хотите я думаю какой-то успех добиться прорыва то нужно концентрироваться на важных вещах да то есть на тех вещах которые помогут вам сделать прорыв в вашей жизни то есть то что именно улучшит о качестве в вашей жизни и так далее не те ежедневные дела которые сегодня в день повторяются и вроде они они просто бесполезны просто ты их делаешь занимаешься ими и собственно для чего они нужны они как бы эти дела никак не поднимают вверх к успеху там к счастью да к собственному там некомфорту ну вы поняли просто сейчас сбиваюсь мысли вот и хочу сказать что мне это тоже прям это вдохновило мысли я хочу прям это тоже применять ну про это я пока это я не применяла да еще просто скажу хочу сказать поделиться с вами такой полезной штучкой это реально меня вот вдохновило я такая думаю боже вот какая вещь как возвысит поднимет дверь и собственно это круто а те вещи которые допустим не нужны как бы мы их делаем но они особо не нужны не приносят никакой нам пользы просто либо их вычеркиваем либо пытаемся решить более другим способом то есть как-то как-то их решить ну намного быстрее я не знаю ну почитайте в принципе концентрация на важном почитайте про этот метод потому что я сама с ним так уж знакомлюсь плюс что мне еще очень помогло такая такая третья фишка да не знаю что я начала применять и стала чувствовать себя лучше я не знаю как это помогает хотя знаю потому что когда я начинала такой свой смр канал я на этом еще строила свою концепцию что развиваться развиваться там становиться лучше делать мир лучше и так далее и я списывала такие как смр аффирмации то есть я тогда еще увлекалась там от литературы этого кандапаса по-моему так его зовут и что было я не помню какая зовут в общем неважно и и я слушала там какие-то аффирмации которые ты включаешь наложники и тебе в уши говорят что я красивая я умная я успешная и ты тебя дослушаешь и влияешь на подсознание и все такое а сейчас я немного в другой форме это применяю аффирмации я говорю например за каждым я чувствую себя все лучше то я узнала из книги достижения максимума автора проинтруюсь вроде да вот у меня на самом деле не очень память на фамилии я вот я такую информацию почему-то не запоминаю на авторов такое я знаю что я могу это в интернете посмотреть зачем мне это запоминать я просто пропускаю автоматом вот ну поэтому я всегда такая что как-то типа не уверена типа типа не знаю ну так вот и я говорю себе эти аффирмации ну на самом деле тоже не на 100% применяю но стараюсь применять и допустим применяю это когда именно в хорошем настроении когда у меня ну либо когда я просто не не когда у меня знаете вот очередная депрессия когда мне ничего не хочется я вообще стараюсь этого не делать никак тебя не насиловать просто дать себе время просто вот так вот залипать потому что у меня сразу знаете такое вот как совершенно какая-то реакция мне хочется мне хочется мне не хочется ничего делать мне хочется даже хуже сделать типа я как-то себя не могу перебороть что ли не знаю поэтому я себя в таком состоянии оставляла в покое в покое в таком состоянии и не напрягала себя потом когда это проходило я уже начинала реально какие-то вещи делать которые мне помогают и вот эти аффирмации не знаю посчитайте книгу достижения максимума и там очень много разных всяких методик и там про аффирмацию говорилось если хотите расскажу побольше я начала применять некоторые из них просто повторяйте про себя утром вечером даже себе написала это в планах и мне кажется мне это помогло я рассказала вам некоторые фишки поделилась с вами и может вам это будет полезно больше пока не буду рассказать иначе я вас загружу это действительно полезная такая информация вы ее можете легко с вами найти я конечно тут не первый открыватель наверняка просто делюсь своим опытом и я надеюсь вы поняли что в этом месяце у меня немного будет видео на канале и так скажем по уважительной причине по этим всем переездам и прочим это приготовление документов и приготовление студии где я буду записывать то есть подначало где конечно не будет студия это я так в общем говорю что конечно мой результат это студия в которой я буду заниматься где никуда не будет мешать я буду записывать видео будет уютная студия но поначалу конечно сами понимаете сами понимаете что я ее не смогу построить с самого начала вот такие милые кстати посмотрите распаковку если вы еще не видели моё одно из последних видео с распаковочкой посмотрите обязательно лунга 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 спит пожелайте мне в комментариях я я буду активно думать в инстаграме буду какие-то видео выкладывать вам в том истории расскажу когда может быть уже прилечу расскажу что-нибудь с ним вот так что подписывайтесь на инстаграм спасибо вам большое за вашу поддержку спасибо что вы до сих пор в котором меня верите я сейчас у меня такой такой период в жизни где чувствую больше вдохновения и заряд сил энергии чтобы развиваться и прочее так что оставайтесь со мной если вам интересно и спасибо вам огромное за такие комментарии что я вдохновляю то что я делаю сейчас я вас вдохновля мне это очень приятно мне это очень заряжает и это для меня лучшая награда это очень круто даже если бы я была какой-то миллиардер хороший допустим не нужно было бы ничего делать допустим но я бы все равно занималась youtube занималась бы twitch скорее всего больше youtube и и для меня это было бы отдельно счастье получать такие комментарии это очень классно это очень круто спасибо вам большое спасибо спасибо за вашу поддержку я вас целую спокойно вам ночки сладкие сладкие снов пока пока прощаемся с этой квартирой она нас приютила на два года в этой квартире много видео записанных надеюсь вы будете их смотреть и вспоминать все огнемашки обнимаю вас пока пока